Зачем вы здесь? Затем, чтобы людям возместить волю Божию. Хорошо. Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес и зовет к покаянию. Он взял наши немощи, понес наши болезни. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Я поддерживаю. Батюшка. Кем для вас является Иисус Христос? Вопрос. Верой. Для меня Иисус Христос является верой в что-то. То, что я в жизни своей делаю, это для меня верой называется. Ну, что мы делаем? Все делают про разное, худое и доброе. Он как личность определенное место занимает. У нас у каждого свои дела. Мы творим, не творим, но мы достигаем своих целей. Любыми способами, любыми путями. Но для нас поддержка – это Бог. Это не поддержка только, больше. Не поддержка, но это вера в Бога. Но мы с верой в Бога, мы достигаем своей цели. Для людей это так называется. Понимаете, так туманно все. Наши цели. Во-первых, нужна она цель или нет? Цель одна должна быть. Стяжание Духа Святого, как Серафим Саровский сказал. А человеку требуется объяснить, что это такое. Спасти душу. Прославить Христа, Бога. Цель должна быть возвышенная, небесная, вечная. В наше время каждый человек достигает своей цели. Каждый человек хочет достигать своей цели. Да у него цели нет, вы говорите, достигает. Зачем бы крутились тут голые мужики и бабы трясли сиськами? Мужчины лежат здесь, анонизмом занимаются. У него цель. У него ничего нету в голове, кроме блуда и вони женской. Да, я согласен с вами. Здесь, примерно, половина голая и процентов 90 мусульмане. Да, я с вами согласен. Но, но, каждый человек в этом мире, в своей жизни, достигает своей цели. Хоть какой-то. Ну какая цель-то? Увидел бабенку и голова закружилась. Разводов 86%. Ну какая цель-то? За время перестройки 120 миллионов абортов сделано в России. Какая цель-то? Страна разврата, гибели, разлагающаяся труп. Ну да, я с вами согласен. Не два, не три. А 120 миллионов только за перестройку убили внутри утроба и вагины. Но это же никак, это, это получается, это человек, это получается человек, это как бы... Так, ладно, пока. Это человек. Так, все пока, давайте простимся по-хорошему. До свидания пока. Вы ничего не хотите узнать. Я просто коротко скажу вам, мы пришли сюда, чтобы принести великую радость, чтобы люди поверили, что Господь послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Каясь, принося покаяние, мы принимаем его как своего спасителя. И тогда вот это место, разврата, рулетка, она сразу же в других отсветах будет видеться, как генские пламя. А у меня просто динамик плохо работает. Поближе как-то микрофон возьмите. Плохо динамик работает. Мы пришли возвестить великую радость, которую Бог дал людям. За грехи людей умер и воскрес Иисус Христос. Приходящих с покаянием он не отвергает, какого бы ты ни был. Искреннее раскаяние со слезами. Роднить с Богом. А здесь разврат один. Мы пришли сюда, в это место погибели, чтобы сказать, что за все эти дела ждет гиенский огонь. Вот мы должны узнать про себя, верующие мы в Бога, во Христа Иисуса или неверующие. И тогда мы уже будем смотреть, стоит ли тут находиться, стоит ли делать то, что делали. Или просить у Бога духовного рождения свыше, чтобы Дух Святой благодать осенила нас, и мы жили для Бога. С Богом. У вас вопросов нету? О душе, о вечности, о Боге? Такой вопрос. Мусульманам можно в нашу церковь ходить? Подождите, микрофон возьмите поближе, я еще не слышу-то никак. А мусульманам можно в нашу церковь ходить? Можно ходить. Может быть, они уверуют. Христос никого не отклоняет. Но на литургии верных уже нельзя. Там будет сказано, оглашено, изъедите. Всё, спасибо. Да, потому что так всегда относились к ним. А так, не христианам. Или даже христиане нас и согрешил. Под эпитемьёй находятся. Всё, до свидания. Да, с Богом. Да, чтобы сказать, то, что здесь делается, в этом блудодейном месте. За это огонь вечно не ожидает людей. Мы должны сказать, что за грехи людей Христос умер и воскрес. Чтобы покаялись и больше не творили беззаконие блуд. А что именно вы видите в людях, которые с вами связываются? Какие именно грехи вы видите? У вас как-то неясно. Расплывчик-то микрофон, наверное, далёкий или что? Я говорю, какие именно грехи вы видите в людях, которые вы встречаете? В четвертке. Так, мне пересместить нет. Вы хорошие слова говорите, не плохие? Конечно, хорошие. Вы матерные слова не говорили сейчас? Ни в коем случае не говорю. Ну, смотрите, а то нехорошо будет завтра. Вы меня сейчас слышите? Нормально слышите? Да, вот сейчас пополучше слышу. Вот. А я говорю, какие именно прегрешения вы видели в людях, которые встречаются в мамшах в четвертке? Ну, вот, к примеру... Ну, я не понял, может, какие прегрешения видел я в церкви? Что ж там? Я понял, то вопрос задаёте. Видел я какие недостатки в церкви? Нет, не в церкви, а именно в четвертке. В четвертке? В четвертке, да. Да тут ничего нет, кроме разврата. Содом и Гаморра. Половина мужиков голая. Занимаются анонизмом. Женщины сиськами трясут. Блуд творят. Непрерывно пьют и пьют и пьют. Ну, я, кстати, тоже сейчас убиваю. Это гиенский огонь блуда пытается залить. Надо жить для Бога. Великая цель – спасти душу свою. А как надо правильно жить для Бога, скажи, пожалуйста? Был такой человек, дворянин. Матавилов. Николай Александр, кажется, его звать. И он искал ответ на смысл. Какая у человека цель, смысл жизни? Ему ответил только Серафим Саровский. Он говорит, стяжание Духа Святого. Всё, что мы делаем, чтобы это приближало к Богу, чтобы Дух Святой нами руководил. Вот цель какая должна быть. А то придумали сына родить, дерево вырастить, дом. Я говорю, дом сгорит, дерево вырвало, а сын – хулиган, наркоман. И что ты будешь делать? А сына посадят. Да. Надо жить для Бога. Чисто, свято, с покаянием, с радостью. Коротенькая эта жизнь. И она определяет нашу вечность. Где мы будем бесконечно? В аду или в раю? Хорошие слова. Вот эти слова несите в массы. Это у нас написано в Евангелии от Яна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Скажите, Дедушка, вот если я верую в людей, а каждый человек, как вы знали, он по своему святый и по своему грешен. Если у вас будет... Подождите. Иными словами, я как бы верую в Бога с вашей стороны или же не верую? То есть когда я верю в людей? Это самое... Когда я не ищу в них изъяна, когда я их принимаю такими, как они есть. В людей верят, это вообще хуже ничего нету. А то я в себя верю. Человек тленное создание. Не то, что я в себя верю. Я верю в тех, ну, близких и... Ну, в кого конкретно, назовите, в кого вы верите? Ну, есть у меня товарищи... Ну, откуда 86... Да вообще я в любого человека верю, что он хороший человек. Да откуда он хороший-то? 86% разводов. За перестройку сделали 120 миллионов оборудов. Вот видите, вот в городе человек верующий, а вот как бы неправы, по-моему. Потому как у каждого человека есть свои тараканы. Не надо тараканов, не надо. У каждого человека есть свои хорошие стороны. Знаете что? Я верю, я верю, я верю. Додалово я верю. То есть пока мы не погибну, я не перестану верить в хорошее качество людей. А для того, чтобы их принимать в своей душе, я верю в их... Я знаю их плохие стороны, но я... Так, понимаете, нам нельзя пустотой заниматься. Что говорить, это пустое. Веришь ты во Христа или нет, он спаситель. Один вопрос. Если он не нужен, мы расстаемся. Пока. Ну, я, конечно же, верю в то, что он предписывал. А зачем я в человека верю, не верю, да еще крутить на месте, когда человек... Да, потому что я верю в... Человек грешен. Он погибший, а я верю. Кому веришь-то? Тебя обкрадут. 120 миллионов абортов за перестройку было. Верю. Кому верить-то? Страна в крови утопает. Он просто пакет на голову навесят, и вы будете взорваться. Так. Мне что-то не нравится ваш вид. Как будто бы с похмелья. Так, я же говорю, я употребляю. Так, ну ладно тогда. Я вам указал путь. Священное Писание Библии, Христос. Два слова запомните. Если у вас память будет, запомните. Вы меня можете найти, если зарядите в скайпе Игнатия Лапкина. Это я. Я скину... А если на YouTube, я посмотрю. Я огромные ресурсы вам покажу, какие у нас есть сокровища. А на YouTube, если... Так, вы слышали, что я сказал? На YouTube говорили, есть? У нас на YouTube... У меня на YouTube канал. На нем 17 600 роликов. Называется как? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Да. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Четыре слова. А Лапкин отца Лапкин? Да. Просмотров 43 миллиона. А вы не сектанты? Я православный. Сектанты не крестятся и бороды не носят. Чего вы как ребенок? Ну, мало ли там увидит. Мало. Вот я, глядя на вас, я не могу ничего сказать. Безбороды мужик. Это, как правило, подкаблучники. Чего тебе? Безбородник на себе этого не взять. Так, да что там есть-то? Еще там нету. Ну, вот она, борода. Ее видно, что она борода. Так, давайте расстанемся по-хорошему. Пока, до свидания. С Богом. Людям показываем священную книгу и спрашиваем, есть она у вас в доме или нет? Да нет у меня. Господь Христос, Спаситель, умер за грехи людей. И мы возвещаем великую радость, прощение, которое могут получить люди у Него через покаяние. Проснитесь. Что еще раз? Что-то у вас вид такой, как будто с просонок или с похмелья. Ну, нет, я проснулся с дугой просто, на работу сейчас. Ну, хоть не голый не валяется, и то уже как-то лучше. Половина мужиков голая здесь. Я говорю, а что, жарко? Я говорю, а на мордик зачем? Он говорит, холодно. Ну, брехуны. Да. Вас интересует ваше будущее? Что будет после смерти вашей? Конечно. И куда после смерти пойдете? Как думаете? Я не знаю. В ад, наверное. А зачем, когда есть путь, открытый в небо? Ну, я не знаю. Ну, ладно, вы сегодня не можете так. Вы мне понравились по внешнему, хотя вы не валяетесь. Два слова записали бы себе для памяти, и когда будете трезвые, нормальные, зайдите по скайпу, меня найдете. Игнатий Лапкин. Два слова. У нас огромные ресурсы, я вам скину. Вот в ютубе у меня 17600 роликов. Мы строим православную деревню. Вам будет очень интересно и полезно. Два слова запишите. Мне это не надо. Мы можем ли быть полезны друг для друга? Я прошу не ругаться только, чтобы не матерились. Вы можете? Да, можем. Чтобы не было этого. Мы пришли сюда, в это место разврата, греха, чтобы сказать о воле Божией, которую Бог изрекает нам через свою священную книгу Библии. Что Иисус Христос умер, распятый на кресте за нас, и воскрес. И веруя в Него, какой ты ни был, прости прощения, пойди в храм, там, священники, исповедуйся. Бог простит, новая жизнь начнется. Как, понятно, что я сказал? Понятно. Так, если вы запишите два слова, запишите обязательно. Вы меня найдете в любой день в Скайпе. Игнатий Лапкин. Я вам скину огромные ресурсы. У нас сайт свой, форум, мейл.ру. У нас все везде и в Твиттере, и в Фейсбуке есть. Но самое главное – это канал. Канал в Ютубе. У нас 17 600 роликов. О Боге, о Вечности, как мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вы найдете для себя высказанные нигде больше сокровища. Мы должны думать, где мы будем после смерти. Человек, который живет по своей прихоти, не примирился с Богом. Ему участь только одна – в огонь вещи с сатаною, где плач и скрежет зубов. Верующего Христа он омыт кровью Христовой. Ему путь только в небо. После смерти начинается бесконечная жизнь, где нет ни печали, ни стона, ни воздыхания. Вы что-то поняли, что я говорю, или ничего не понятно? Поняли. Ну, все. Храмы открыты православные. Пойти исповедаться, причаститься и спросить у Бога духовное рождение свыше. Считать священную книгу Библии. Она ответит вам на все вопросы. Давайте. Все, я бросил сигарету. Хорошо. У меня вот ручка в руках. Да, 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 я вижу. Запишите «Игнатий Лапкин» во «Свете Библии». Я сильно тороплюсь. А мужчина, а к вам как могу обращаться? Я живу в городе Барнауле, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. А, это вы Игнатий Лапкин? Да. А что? Мне у вас канал в Ютубе есть? Подписаться можно будет? Можно. Называется «Во свете Библии» канал. Сейчас, минутку. «Во свете Библии»? Да, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова. У меня 17700 роликов наших. Сейчас, минутку. «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Все записал сейчас. Игнатий, извините, пожалуйста, а отчество? Так, что-то там не ясно. Заклинило. Так. Все. Закону Божию мы прилагаем усилия, чтобы жить по Нему. Говоря, что Иисус умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. И неверующий не увидит жизни, но гнев Божий на Нем пребывает. Да, да. Так написано. Евангелие от Марка 16 глава. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Понятно. У вас, может, какие вопросы есть? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.